Здравствуйте! У нас сегодня название поэтическая строка из поэта Александра Сергеевича Сучкова, не Пушкина. Много нас во тьме летает, мы не люди и не птицы, нас в науке называют виртуальные частицы. Александр Сергеевич вместе со мной учился физики, да, я не знаю только вот он, как вот сейчас, жив или нет. Вот, к сожалению, про, вот я уже в таком возрасте, Александр Сергеевич, тоже, когда про однокашников, вот, первым делом, когда про них вспоминают, вот, говорят, вот, не знаю, жив ли он, если жив, сколько времени прошло. Значит, тема наша, в общем-то говоря, под этой поэтической строкой скрываемая, это физика элементарных частиц. Вообще-то говоря, вот эта вот наука, раздел физики, фэтч, физика элементарных частиц, она, как-то, стоит немножко особняком. Вот, смотрите-ка. Ну, вот, есть у нас квантовая механика. Я уж не вспоминаю про всей, там, физикой жидкости, газа, там, господи, боже мой. Квантовая механика есть. Ну, замечательная наука, там в ней частички есть, это называется нерелятивистская теория, да. Там электроны, которые вот в атоме, вот в этом вот кулоновском поле атомного ядра занимают определенные уровни. В конце концов, есть и атомное ядро, в котором вот в этом вот, в поле, где взаимодействуют друг с другом нуклоны, сильное взаимодействие ядерное. Они тоже какие-то там уровни энергии образуют. Есть такая вот модель атомного ядра, как некая такая потенциальная яма, в которой есть, в которой есть, а не в которой, в которой есть уровни энергии. Она может занимать, могут занимать нуклоны. Ну, и, соответственно, вот вся такая вот история. Капельная модель ядра. А вот физика элементарных частиц, а иначе это называется так, нерелятивистская теория. Причем здесь речь идет не обязательно о движении частиц со скоростями близкими к скорости света, да. Помните, вот была у нас механика нерелятивистская, механика Ньютона и Галилея, да, принцип относительности Галилея. У меня была механика Эйнштейна, да, теория относительности, специальная теория относительности там, где была, помните? Там, где, как там, время вроде как сокращалось, да, вот эти всякие вещи, всякие парадоксы возникали там. Вот. Это была релятивистская. А вот наша вот теория, о которой мы сейчас говорим, физика элементарных частиц, она релятивистская в принципе. Даже если частицы дивижутся со скоростями далекими от световых, дело в том, что элементарные частицы имеют обыкновение, понимаете, как сказать-то, вот, я сейчас скажу слово распадаться, да, но это неправильное слово. Вот когда у нас распадается, я не знаю, вот, атом водорода на протон и электрон, ну, под действием чего-либо, это ионизация называется, да, то какой-то вот электрон, он, в общем-то говоря, предполагает, что он до этого существовал. И протон, атомное ядро, атомы водорода тоже до этого существовали. Актуально существовали. Если, простите, распадается что-нибудь там, ну, вот, опавший лист распадается на составляющие, да, то вот эти вот составляющие, то есть атомы, с которыми составляли молекулы вот этого опавшего листа, они существовали до этого. Это распадается, разлагается, разложение называется у нас даже, ну, в биологии больше так называют, разлагается он лист, да, опавший лист, перегной образуется. То есть, то вот когда какой-нибудь там пимизон распадается на мюмизон и нейтрино, мюонное, то они не существовали внутри него. Вот в этом вот принципиальное отличие. Это такая волшебная вещь, почти как в сказке, когда что-то превращается во что-то, да, вот как было дело в сказке, в волшебных сказках, такой есть жанр волшебной сказки, приходит фея и превращает тыкву в карету, да, вы узнаете сказку про Золушку, да, взяла, чук, бум, она превратилась ни с того, ни с сего. Вот, ну, вот эта вот сказка, потому что это происходило в макромире с макрообъектами, тыква в карету превратилась, волшебная сказка. А тут у нас пимизон раз и превратился во что-то. Или, да зачем пимизон? Электрон, с ним нам знакомый близкий электрон. Вот он с большой скоростью на что, обо что-нибудь ударяется, падает и производит целый фонтан частиц, да. А них не было в этом электроне, но образовался фонтан частиц. А уж рождать пары гамма-квантов, да, называется, это милое дело у электронов, да? Милое дело. Взял, затормозился, родил пару. Так бывает. Большой энергии, если двигался. То есть вот тут вот, когда нечто появляется из ничего. Пожалуй, что, значит, есть такой способ изложения предметов, он называется историческим, да? Это не совсем правильно, да? В историческом, четко настоящем историческом способе изложения какого-то науки, там, значит, берется вот наука, азов, да? Вот. Ну, вообще, впервые вот такие необычные превращения люди увидели, когда познакомились с радиоактивностью, да? Помните, открытие Беккереля, альфа-лучи открыли, да? Бета-лучи открыли, электроны, да? Вот. Вот бета-лучи уже, да, они не существовали до этого, да? Вот когда альфа-частица вылетает из атомного ядра, то, в принципе говоря, еще состоит альфа-частица из двух протонов и двух нейтронов. И вот эти протоны и нейтроны, они внутри атомного ядра вроде как актуально существуют. Но вот они там еще слиплись, вот такую вот альфа-частичку, вот такую вот, конгломератик, и вот они вот вместе вылетели оттуда, да? По закону квантовой механики, там, под барьерный туннельный эффект, всякие такие страшные слова. Но, тем не менее, вроде как, это не релятивистский, вроде бы, аспект. Вроде бы. А вот когда вот не было в ядре электрона, а он оттуда вылетел. Это называется бета-распад. Или не было в ядре позитрона, Е+, положительно заряженный электрон, позитрон, а античастица по отношению к электрону. Тоже, кстати говоря, очень интересная вещь, частицы и античастицы. Вот такая же точно частица, с точки зрения массы, что там, спина, в собственный момент вращения, тоже у квантовых частиц какая-то такая необычная вещь. Вот она точная, еще и крутится вокруг своей оси, и не остановишь, главное, это. Вот обычный шарик, гироскоп можно остановить, а электрон не остановишь, просто такое у них свойство есть. Спин. Так уж вот договорились, спин. Вот такое квантовое свойство, вот неистребимое. Вот. А вот они позитрон от электрона отличаются только электрическим зарядом. И удивительные свойства, если их заставить вместе соприкоснуться, а это очень милое дело, они же с противоположным зарядом, они притягиваются. Так вот тогда происходит аннигиляция. Аннигиляция. То есть они прекращают свое существование. При этой аннигиляции могут другие частицы возникать. Например, при аннигиляции электроны и позитрона возникают гамма-кванты. Пара гамма-квантов, которые уносят всю их энергию. Энергию покоя. Про энергию покоя это мы проходили в релятивистской механике. Помните, было там такое E равно mc квадрат. Так вот, пожалуй, что я свое изложение вам в физике элементарных частиц краткое. Начну как раз с бета-распада. Вот бета-распад вещь очень загадочная. Дело в том, что когда у вас, например, испускается альфа-частица, то четко можно сказать, вот и спустилась альфа-частица из какого-то атомного ядра. Энергия этой альфа-частицы вполне определенная. По этой энергии альфа-частиц, вылетающих из атомного ядра, всегда можно определить, что это за распад. Что это за атомное ядро. Как оно так вот распалось. Это как вот есть у вас, скажем, автомат Калашникова. У него есть патрон. И в процессе выстрела выделяется энергия, и из автомата Калашникова вылетает пуля. Пуля вылетает с определенной скоростью. Правда, тут есть маленькая оговорочка. Все зависит от того, в каком положении находится ваш автомат Калашникова. Если вы его, значит, в плечо к себе уперли, то, значит, часть энергии передается при выстреле не только пули, но и автомату и плечо отдача. Если вы человек, так сказать, хрупкий, то вам много энергии отдастся. А если человек тяжелый, а еще лучше вы земной шар просто уперли в стенку какую-нибудь. А стенка это с земным шаром связана. Фактически бесконечная масса по сравнению с массой пули. То вот вся энергия отдастся с пули. Так закрепили на станке, избежали этой самой отдачи. Так и атомное ядро. Оно тоже, как вот такой вот человек с автоматом, выпускает альфа-частицу, а снова получает импульс отдачи, вылетает. Ну, импульс отдачи большой, и ничем не удержать. Автомат вы можете удержать своим плечом, какой бы вы ни были, так сказать, легкий или тяжелый человек, а пушку не удержите. Если вы пушку в плечо уперли, бабахнули, ну, вместе с пушкой улетите назад, да? И вот так и ядро, его ничем не удержишь, оно из атома улетает. Ядро отдачи называется, да? Вот, получается альфа-частица ядро отдачи. И тут все четко, четко совершенно. Ядро имеет определенную массу, пуля имеет, вот эта альфа-частица определенную массу. Вот такая вот энергия пули, такая энергия вот того, что стреляло, атомного ядра. То же самое, казалось бы, должно быть с бета-частицей. Вот оно, атомное ядро, оно испустило легонькую-легонькую. Да господи, боже мой, если альфа-частица, это снаряд орудийный, но бета-частица, я не знаю, я вас умоляю, это что-то более слабое. Она легче гораздо, чем альфа-частица. Во сколько раз? Где-то в 7 с чем-то тысяч раз легче. Альфа-частица, электрон. То есть бета-частица, как это называют, электрон. Вот. А получается полный разборот и шатание. Вот он, спектр электронов, которые излучаются, бета-частиц, правильно сказать, которые спускаются, энергетический спектр, при распаде изотопа. Кстати, интересно, как он обозначен двумя циферками. Это висмут. 210 – это, скажем так, количество нуклонов в этом ядре, а 83 – это количество протонов. Вот так вот. Так вот, значит, вот спектр излучения. Оказывается, он имеет какую-то такую непонятную структуру. Значит, энергия может доходить почти до одного мэва. Вот он, гаранин, мэв. Мегаэлектронвольт. 1 миллион электронвольт. Что значит электронвольт? Это энергия, которую приобретает электрон, то есть частица с зарядом, с элементарным зарядом, равном заряду электрона, 1,6 на 10 минус 19 кулона, пройдя разность потенциалов 1 вольт. А это как будто 1 миллион вольт прошло. Так вот, тут у нас и есть нулевая почти энергия, и есть энергия близкая, и вот там, ну, где-то вот там 0,9 с чем-то мегаэлектронвольта. Самые разные энергии. Это верный, значит, признак того, что происходит так называемый трехчастичный распад. То есть вот это вот ядро висмута, которого я неправильно назвал бериллием, ядро висмута, на самом деле распадается на три частички. Ну, оно испускает две частицы и само ядро отдачи, остаток, да? Оно испускает электрон, еще что-то, да? Еще что-то. И вот понимаете, как? Задача трех тел, да, что называется? Все зависит от того, куда он бросил еще что-то. Вот как бы сказать, вот представим себе такую сцену. Некто на коньках. Или некто стоит на таком плотике, что легком, на лодочке, да, представляете, да? И вот этот некто бросает от себя что-то тяжелое, камень какой-нибудь. Ядро толкается, знаете, как спортсмен. Что произойдет? Ядро полетит туда, а он покатится, вот поплывет на своем плотике в противоположную сторону. Вот они обменялись массой. А теперь он делает следующее. Берет двумя руками и бросает два ядра в разные стороны. Если он обе ядра бросит в одну сторону, вот он получит максимальную отдачу. Он покатился туда. Если он бросит в разные стороны эти ядра, ну, у него запас энергии один и тот же, вот он может их выбросить, да? Вот одно назад, другое вперед, да? Причем с разными энергиями. Непонятно, куда он еще покатится, да? Задача трех тел. Вот эти вот три тела, в разные стороны летящие, суммарная их энергия равна вот энергии этого самого распада, энергии, которую приложил этот человек, так сказать, метатель, да? Суммарная энергия равна. А как он разделится этой энергией между тремя объектами, все зависит от того, в какие стороны он кинул. Может, и в одну сторону кинул, противоположные, под углом друг к другу, да? И поэтому вот одна из этих частиц, что он бросает, это электрон. А вот другая частица, ее даже и не видно. Вот в чем проблема? Что вот есть вот бета-спектр, и все. Можно померить энергию ядра отдачи, можно померить, да. Можно померить энергию вот бета-частицы, электрона или позитрона, можно померить. И все. И больше ничего. И тут получается вот, в целом, какой-то дефицит. Что-то уносит часть энергии. А что? А понимаете, а наука тут очень точная. Можно очень точно знать массу ядра до бета-распада. Можно очень точно знать массу ядра после бета-распада. Разница этих масс, да? Это дефект массы называется. Дефект массы, он весь превратился в энергию МС-квадрат. Вот часть этой энергии досталась ядру отдачи, часть энергии электрону, а часть кто-то унес. Это что, нарушается закон сохранения энергии? Кстати говоря, тоже популярная идея, между прочим, во все годы, во все времена, потому что закон сохранения энергии, он прям как вот эти два начала термодинамики. Первый закон сохранения энергии, второй закон, значит, возрастания энтропии, они как вот бельмо на глазу, или как соринка в глазу. У всех тех, кто считал, ну, таких сейчас, наверное, мало кто осталось, что Вселенная вечно никогда, никогда не появилась, она вечно существует. Потому что если Вселенная вечно существует, а закон сохранения энергии работает, закон накопления, возрастания энтропии существует, это значит, в конце концов, у вас все звезды прогорят, а Вселенная будет такая, тепловая смерть Вселенной называется. А у нас же ее нет еще, да? То есть, ну, и мы знаем, почему этого не произошло сейчас-то. Потому что Вселенной существует 13,8 миллиарда лет. Такая вот на данный момент точка зрения. Вот. Еще там, скажем, лет 10 назад, так вот раздумчиво можно говорить, ну, где-то так вот не меньше 6 с чем-то, ну, и не больше 30 с чем-то миллиардов лет тому назад произошло то, что обычно называют большим взрывом, то есть появилась Вселенная. А сейчас тут точно мы скажем. Вот. То есть, закон сохранения энергии должен работать. Что произошло? Значит, первым, кто придумал, как это объяснить, ну, по крайней мере, из известных мне персонажей истории физики, был великий итальянский физик Энрико Ферми. Тут очень важный термин – итальянский физик. Потому что итальянский физик – родной языковый итальянский. И вот он предположил, что куда пропадает вся остальная энергия, ее уносит какой-то такой вот маленький нейтрончик. Нейтрон, он чем замечательный? Он не заряжен. Когда нейтрон пролетает через вещество, если он вот непосредственно о ядро не ударился атомное, да, а вы знаете, что он ударяется вот в атомном реакторе, в атомной бомбе там и так далее, а если он о ядро не ударился, он просто пролетел незамеченным. А если он, а если летит заряженная частица, она же летит, она все к себе притягивает. Электроны притягиваются, да? Ну вот представьте, как вот пролетает небесное тело в Солнечной системе, пролетает между… Спутник запустили, космический аппарат к дальним мирам. Вот. Его притягивает планета, они часть энергии у него забирают и получают себе или отдают ему, да, его. А вот когда летит заряженная… Потому что они за счет гравитации, дальнодействующей силы взаимодействуют. А вот когда летит, скажем, электрон или протон или альфа-частица через вещество, да, через вещество конденсированное, так говорят, через газ и все что угодно, оно ионизирует его, да, он притягивает эту альфа-частицу, она, то есть или протон он, или электрон он, или позитрон тоже он, притягивает или отталкивает от себя эти вот электроны, заряженные частицы, ну и, соответственно, отдает им часть своей энергии. Замедляется. Его поэтому можно зарегистрировать, поэтому там на этом принципе я вам потом расскажу. Немножко погоди. И работают всякие, так сказать, детекторы элементарных частиц, заряженных частиц. И даже вот нейтрон, чтобы обнаружить, его обнаруживают по ядрам отдачи, например. Или по характерным ядерным реакциям, которые он вызывает. И при этих ядерных реакциях образуются заряженные продукты, которые, значит, тут регистрируются. Вот такая схема. А тут не регистрируется. Ну что там? Нейтрончик. Или, как говорят итальяне, ньютрино. Бомбино, ньютрино. Вот это вот окончание. Ньютрино. Вот это вот так вот и... Вот... Вот... Не знаю, как сказать. Открыл или придумал. Да? Вот то ли открыл он ньютрино, то ли придумал ньютрино великий итальянский физик Энрико Ферми. Ну, в общем, это считается открытием в таких случаях. Вот в ядерной физике вот так вот такое объяснение, уже достаточно объявить открытием. Вот так оно и получилось. Задачей во всем этом деле является следующее. А какую минимальную энергию может унести с собой ньютрино? Ньютрино. Минимальная энергия равняется массе покоя нейтрино. МС квадрат. И вот большие усилия были положены на то, чтобы определить эту минимальную массу. Нужно просто изучать вот этот вот хвост, хвост вот этого вот спектра бета-электронов. Для этого ставятся грандиозные эксперименты. Строятся огромные такие вот, ну, как их называть, бочки. Вот цистерны. Представляете, железнодорожную цистерну. Вот примерно такого объема бочка, в которой происходят, значит, бета-распады. Вот. И регистрируются, значит, электроны, которые там появляются. Ну, или позитроны, соответственно. Измеряется их энергия. Измеритель энергии обычно физики любят называть колориметр. Немножко старое словечко, но вот так вот называют колориметр. До сих пор так говорят. Вот это мы колориметры. И исследуют, как бы разглядывают в лупу вот этот вот кончик следа, да. И вот пока еще на данный момент, ну, или, скажем, так сказать, широко признано, наиболее широко признано на данный момент, что не могут отличить от энергии распада, от всей энергии распада, вот кончик вот этого вот хвоста распределения. То есть, когда ньютрино образуется покоящимся, вообще неподвижным. Вот этот человек, бросающий с лодки ядро, второе ядро он просто выронил из руки, вот так отпустил. Пум! Оно никуда осталось на месте, да. Вот. Всю энергию вот тому ядро он отдал. Вот этот самый, так сказать, метатель. Вот. Неотличим от общей энергии. То есть, вроде как энергия нейтрина, собственная энергия нейтрина, масса покоя равна нулю. Ну, с такими частицами человечество сталкивалось. Гамма-квант. Гамма-квант. Квант электромагнитного поля. Это частица. Ну, мы долго очень, так сказать, учились себя воспринимать, что вот эти вот света излучаются квантами. Электромагнитные волны, свет. А электромагнитные волны бывают всякие. Вот радиодиапазона. Вот. До гамма-квантов. Вот. Гамма-излучения, которое. Вот у гамма-квантов, у квантов, у фотонов, их что так называют, у них масса покоя равна нулю. Они не могут не двигаться. Поэтому они движутся только со скоростью света. И вот, вот эта вот частица нейтрина движется со скоростью света. Кстати говоря, есть еще один способ попытаться определить массу нейтрино. Так вот, забегая немножко вот в другую область, в область астрономии, астрофизики, я вам такую вещь скажу, что при взрывах сверхновых много чего образуется, в том числе образуется поток нейтрино. Нейтрино, незаряженная частичка, очень слабо взаимодействует с окружающей средой. Скажем, есть такое слово, длина пробега. Это расстояние, на котором, значит, количество частиц уменьшится в е раз. Примерно в 2,7 е. Число Неппера, да, такое, знаете, есть предел. 1 целый плюс 1 н в степени n при n стремящемся к бесконечности. Это называется е. Основание натурального логарифма еще называют. Так вот, вот это вот расстояние, на котором в 2,7 раза уменьшится поток нейтрин, если это не нейтрины, бегут через свинец, да, или через железо, ну, неважно, через что-то такое конденсированное, это примерно несколько световых лет. Представляете, да? То есть, очень слабо взаимодействующие частицы. Вот. Через межзвездные дали, которые не заполнены свинцом или железом, в них есть, конечно, там, вещество, очень рассеянное, там, типа, один атом на кубический сантиметр, да, ой, какое плотное, один атом на кубический метр, и тоже такое есть, и тоже это ощутимо. Ну, вот, ну, вот, долетают они до нас от взрывов сверхновых. И их у нас только на Земле умеют регистрировать. Так вот, регистрация нейтрино от взрывов сверхновых, которые произошли в соседней маленькой галактике, называется эта маленькая галактика Магелланового облака. Их два, малый и большой. Вот в одном из Магеллановых облаков, не помню в каком, как-то несколько лет тому назад соврал. Это было несколько сотен тысяч лет тому назад, а к нам только вот несколько лет тому назад дошли нейтрино и свет от этих взрывов сверхновых, они прошли практически одновременно. Вот. То есть, вот эта вот разновременность скорее характеризует процессы, происходящие в звезде, да. Мы ее, как оптическую звезду, увидели, когда наружная оболочка уже разлетелась, под действием бурного потока нейтрино, которые двигались изнутри звезды. И это был очень большой поток, мощного потока, не бурного потока, а мощного потока. И раз уж на Земле его сумели зарегистрировать, вот, мощный поток был. И вот она тут раздулась, и мы ее увидели как оптическую звезду, да. Она большая стала и стала светить, да. Но, представляете, вот маленькая спичка имеет температуру пламени такую же, как температура пламени костра или огромного факела на нефтеперегонном заводе. Но маленькую спичку там с десяткой километров вы не увидите. А вот факел на нефтеперегонном заводе, его видно с очень большого расстояния. Или костер видно тоже с приличного расстояния. Хотя температура пламени, что у спички, что у костра, что у факела, это, ну, в общем-то говоря, одинаковая. И интенсивность излучения одинаковая. Но площадь, площадь больше. Вот. Это тоже говорит о том, что очень слабо, отлично от нуля эта энергия покоя нейтрино. Ну, говорят так, ну, вообще энергию покоя или массу покоя нейтрино, ее не в граммах, не в килограммах обычно измеряют эту массу, а в энергетических единицах. Ну, вообще, в физике элементарных частиц это наиболее принято. В энергетических единицах измерять массу. Ну, например, что мне вам сказать? Вот масса электрона примерно 0,5 мева. Вот так говорят, да? Вот. А масса нейтрино... мев, мегаэлектрон вольт. А вот масса нейтрино десятый, ну, не более чем. Десятые, может быть, сотые доли электрон вольта. То есть, в сотни миллионов раз легче, чем очень легкая частица электрон. А может, даже и больше. Вот так вот. Правда, иногда находят на конце вот этого вот спектра такой набалдашничек некоторый. Здесь его не видно, он очень слабенький. Существуют самые разные теории в области элементарных частиц, которые трактуют иногда этот набалдашничек как то, что масса покоя, она чисто мнимая. Квадрат массы покоя отрицательная величина. Да, представляете, вот чисто мнимая масса покоя нейтрино. Хотя с этим, конечно, очень трудно согласиться. Понятие мнимой массы вот у нас как-то вот не существует. Да, ну это вот разные такие вот спектры, бета-спектры. Вот, вот, честь им и хвала, потому что мы с них начали. Вот, посмотрите, это след. След в так называемой ядерной фотоэмульсии. Вот смотрите, что. Вот влетел в эту ядерную фотоэмульсию пимизон. Летел он, летел. Пимизон. Есть такой вот частица пимизон. Такой частица. Такая частица. А потом с ней, с этой частицей что-то случилось. И она превратилась в мю-мизон. Видите, вот трек сломался. Вот такое вот произошло некое событие. Распад пимизона. Пимизон превратился. Вот не говорю распался на. А превратился в мю-мизон и нейтрино, которое куда-то улетело. Вот он во что превратился пимизон. Он превратился, скажем, в мю-мизон. Если это был, ну, например, пи-мизон, он превратился в мю-мизон и в антинейтрино. Антинейтрино, причем мионное. Оказывается, нейтрино бывает нескольких сортов. Вот два сорта я вам назову. Электронное и мионное. Не совсем понятно, для чего существует мюон, скажем, в физике. Дело в том, что мюон, он слабая частица, слабая взаимодействующая частица. По-настоящему физики имеют возможность заниматься исследованиями только сильных процессов. А это слабые процессы. Вот так вот. И вот потом этот мю-мизон еще раз сломался траектория, да? Он превратился в электрон. И при этом излучил, нет, не он излучил, А при этом произошло образование электрона и антинейтрино электронного. Тут вообще фантастическая история была. Очень трагическая, как бы сказать. Я вам сейчас расскажу про эти вот нейтрино электронные и мюонные. Вообще изучение слабых взаимодействий, слабых частиц, вот мю-мизонов, нейтрино, это очень интересная передовая часть физики. Она очень загадочная, непонятно, непонятно. Ну, вообще слабые взаимодействия трудно излучать, они же слабые. Вот это раз. А во-вторых, непонятно, зачем оно существует, все вот это вот слабое взаимодействие. Зачем? Кстати, обратите, какое внимание. Зачем? Цель и полагание. Зачем оно существует? Вот, кстати говоря, у физиков, у крайней мере физиков, теоретиков, работающих в области физики элементарных частиц, вот эта вот фраза «зачем?» Вот она очень, так сказать, такая, было бы дело во времена, я не знаю, научного коммунизма, как говорится, в суровые сороковые годы, то за такое «зачем?» можно было и загреметь, да, загреметь, вот, далеко очень и надолго, потому что это какой-то, вообще, не знаю, антиматериализм. Что значит «зачем?» Вот так мир устроен, зачем? Такое какое-то богоискательство могли сразу пришить. Вот, хорошо, если там заступился бы Лаврентий Павлович Берий, что я без него не смогу атомную бомбу сделать, сказал бы он, да, без этого «зачем?» Вот так вот, хорошо бы. Вот. Так вот, смотрите, что тут происходит на картинке, значит, так конкретно, чтобы вы еще раз усекли. Вот, вот он, пимизон двигался, вот туда был направлен его импульс. Потом что-то произошло, и импульс единственного наблюдаемого продукта, мюмизон, оказался направлен вправо, да, вот туда вот покатился. А потом с ним что-то произошло. И вот во всех этих вот узлах, переломах, это называется звезда обычно, такой перелом, в этой звезде, значит, появляется, вот, по две частицы появляются. Вот такая вот вещь произошла. Вот. Вот какое странное, чудовищное явление, да. Кстати говоря, по поводу звезд. Вот это вот называется ливень. Ливень. Ливень частиц. В атмосферу, в атмосферу попадает частица, которая называется гамма-квант. Откуда-то из глубин космоса прилетел гамма-квант с очень большой энергией. Он тут же, попав в поле вот атомного ядра, например, какого-то, которое есть в атмосфере, какой-то заряженной частицы, он, значит, родил пару, электрон-позитронную пару. Есть такой процесс у них, да, вот он родил электрон-позитронную пару, электрон, значит, тоже тормозится стал, тоже стал излучать гамма-кванты, позитрон с кем-то рекомбинировал, тоже полетели гамма-кванты. Я здесь скромненько по одному гамма-кванту нарисовал, а их на самом деле тут целые пучки могут быть. И вот так вот образуется вот такой вот ливень, электрон-позитронный гамма-квантовый ливень частицы, да, широкий атмосферный ливень. А это вот в атмосферу влетел протон откуда-то из космоса. А, кстати, мог влететь и не протон, могло атомное ядро какое-то влететь. Где-то там оно в межгалактических или внутригалактических полях ускорилось, и вот оно влетело атомное, ударилось об атомное ядро, вот оно-то даже нарисовано. И стало рождать частицы, фонтан, пучок, струи частиц, да. Тут вот пиноль-мизон, незаряженная частица появилась, очень краткоживущая, 10 минус 13 секунды она живет. И вот она распалась на два гамма-кванта, эта частичка. А вот тут же в этом полетели пимизоны, пи плюс-минус, тут целые пачки протоны, нейтроны полетели. Вот, это называется широкий атмосферный ливень. И вот тут в землю воткнулся какой-то мюмизон, то ли плюс, то ли минус, вот такие вот широкие атмосферные ливни. Очень интересная тема. Но вот наблюдение и регистрация широких атмосферных ливней позволяет определять, регистрировать таким образом, опосредственно какие-то тяжелые, высокоэнергии, с большой энергией прилетевшие. А он с большой энергией, значит он тяжелый, да, МС-квадраты. Вот, энергия движущаяся частиц, все равно будет такая вот, частица, попавшая к нам в атмосферу. Это такой вот способ регистрации, то, что называется обычно космические лучи. Так вот, по поводу описания, описания взаимодействия, что тут происходит. Как рассчитать вероятности тех или иных событий. Ведь квантовая механика, мы уж к этому привыкли, она позволяет рассчитать вероятность того, что где-то там электрон находится, что он перейдет с уровня на уровень и так далее. Как рассчитать вероятности вот этих всяких вот распадов, преобразований и все такое прочее. Процессов различных взаимодействий. Так вот, для этого используются так называемые диаграммы Феймана. Это совершенно сказочная вещь. И взаимодействие тоже, частиц друг с другом, совершенно сказочная вещь. Как же они взаимодействуют в рамках вот этой вот нерелятивистской квантовой теории. А взаимодействуют они как будто, как бы обмениваясь друг с другом виртуальными частицами. Ну, не существующими на самом деле. Они как бы существуют в мозгу теоретика. Ну, как бы проявляются в жизни на самом деле, да. И вот пролетает друг, мимо друг с другом пролетает два электрона. Как они могут взаимодействовать? Они могут, например, обменяться виртуальным гамма-квантом. Это вот такая вот диаграмма Феймана. Значит, две линии это электроны, и между ними гамма-квант. Вот. Иметь две вершины. Есть более редкий случай двумя гамма-квантами. Или гамма-квант, потом, значит, виртуальная пара электрон-позитрон, и она тоже потом в гамма-квант превратилась. Еще больше. Чем больше вершин, тем менее вероятно такое взаимодействие. Вот видите, я вам рассказываю, как сказку какую-то, да. Это я вам как в Хогвартсе рассказываю. На самом деле, никто не понимает, что это такое вот эти вот виртуальные частицы. Они же, в общем-то, как ненаблюдаемы, да. Если вот эти вот частицы, что в широком атмосферном ливне, они наблюдаемы, они следы оставляют, да, в атмосфере. Ну, не то, чтобы их можно было в телескоп наблюдать, но ионизированный след, там, в приборах для регистрации. Это все можно наблюдать, причем даже визуально, скажем, в пузырьковой камере, да. Ну, был такой прибор или камера Вильсона, там, значит, частички жидкости конденсировались, да, из газообразного состояния, вот, в капельке. А в пузырьковой камере, наоборот, происходит закипание жидкости, появляются пузырьки на следе частицы. Вот. Вот так, локально, за счет локального перегрева, что называется. Вот. И вот это вот обмены. Каждому вот этой такой диаграмме Феймана соответствует свой интеграл. Вот надо все эти интегралчики взять, посчитать. Они еще там, тем более, с функциями, которые комплексные тоже, там, действительно, немнимые части. Это называется релятивистская квантовая механика. Очень мутная наука. В ней особенного смысла, такого вот видимого особенного смысла. Нет, смысл-то есть, она позволяет считать вероятность всяких процессов. А вот такого вот наглядного, понятного, волшебства. Хогвартс, знаете, там, где Гарри Поттер учился. Ну, совершенно то же самое. Абсолютно. Из ничего что-то куда-то появляется. Я вот не знаю, рассказать или не рассказать, но решил рассказать все-таки. Вот когда я был маленький, как я рассказываю, когда я вот учился в институте, сдавал эту самую релятивистскую квантовую механику. Я обычно так готовился. Я вот готовился за письменным столом. Где-то там за моей спиной была другая комната, там встал круглый стол. Потом надо было через кухню куда-нибудь пойти, что-нибудь съесть. И вот я, значит, вот так вот ходил, а на круглом столе, он такой был застелен белой скатертью такой вот шершавенькой, на ней обычно какая-нибудь книжка лежала. И вот я мимоходом эту книжку читал. Так вот откроешь и почитаешь. Очень интересное чтение из обрывков. Потом, в конце концов, когда я уже сдавал сессию, складывался какой-нибудь роман. Так я вот прочитал несколько интересных произведений. И вот в этот раз, когда я готовился к кредитической квантовой механике, на столе лежал такой вот сборник, назывался древней китайской философии. Вот там такое. Если Ши приходит в противоречие с Го, то в мир в Поднебесный невозможен. Причем все эти понятия Ши и Го, они не определялись. Важно только, что определялось тут последствия их взаимодействия. И вот когда я приехал сдавать квантовую механику, я был с большими глазами и говорил, что вы знаете, квантовая механика и древней китайской философии, это собственно одно и то же. Они только не придумали диаграмм Феймана. Ну вот такая же вот, в общем, билиберда по большому счету. Вот что я хотел сказать. Я рассказал это. Систематика частиц. Очень интересная тема. Во-первых, частицы, они обладают какими-то свойствами. Помните, я вам говорил про законы сохранения всяких квантовых чисел. Вот есть слово такое, барион. Вот сильно взаимодействующие частицы, протоны, нейтроны. Их называют барионами. Вот, пожалуйста, группа барионов. Вот частица и античастица. Протон, антипротон, нейтрон, антинейтрон. Как бы зеркало такое. Есть всякие мизоны. Омега-мизон. Омега-минус, омега-плюс. Омега-минус частица, омега-плюс античастица. Кси, вот следующее, это кси-кси-ноль, кси-минус сигма, лямбда. О, лямбда-гипероны, да? Вот такие мизоны, гипероны. Вот, пожалуйста, вот еще, значит, есть группа частиц. Называются они мизоны. Лептоны, носители лептонного заряда. Здесь это еще, чтобы сейчас не загружать, тут всего два лептона. Мю и е. Мю-мизоны и электроны, да? И вот, соответственно, нейтрино. Как эту всю систематику свести в одно? Вообще, говорят, версии всех этих систематик появлялись, постоянно появлялись и рушились. Здесь все, что угодно происходило. Вот пищу для всех этих систематик, их проверок давали постоянно исследования, да? Эксперименты. Вот слева фотография, справа ее как бы расшифровка, в пузырьковой камере, так называемая. Это камера, заполненная жидким газом. Жидким водородом, жидким газом, нефтяным, как он называется там, этан, пропан, бутан, вот таким пропаном или бутаном, да? И вот в жидком газе пролетает частичка и закипает на этих местах жидко, появляются пузырьки, появлялись, по крайней мере, пузырьки. И вот их фотография. А справа расшифровка. Не обращайте внимания на то, что слева, это просто как вещдок. И вот видите, вот влетел пи-мизон, он превратился в незаряженный К0-мизон и лямбда-ноль, да, частицу. И вот они потом, происходит взаимодействие, да, вот еще одна вершина. К0 превратился в пи-минус и в пи-плюс мизон. Как все это объяснить? И вот теорий, которая объяснялась, было очень много. Одна из них предназумевала то, что сильное взаимодействие частиц состоит из неких кварков. Кварки, частицы, которые в свободном виде не выделяются, примерно так вот, как, вот знаете, вот когда была классическая генетика, ну, вы знаете, конечно, про такую науку, она понимала под, значит, ввела термин такой ген, да? Вот некий ген, что это такое, никто не знал. Это сейчас мы знаем, что это вот эти гены, это единички информации, записанные на молекуле ДНК с помощью наборов аминокислот. И вот, значит, они кодируются буквами, каждая буква этого кода, да, вот этого программного кода, это из трех аминокислот, тремя аминокислотами кодируется. Это сейчас в школе проходит, а тогда этого не было. Вот, и вот так же, как этот вот ген из генетики не наблюдаем, так же и кварк он не наблюдаем. Вот, это вот описание с помощью кварков, да, вот так оно вот и есть. Да, кстати, вот хочу вам эту картинку прокомментировать, два слова просто бросить. Вот смотрите-ка, видите, они изогнутые, это в магнитное поле поместили. И вот по радиусу изгиба можно определять кинетическую энергию вот этих вот частиц, да, вот знаете, то есть вот это вот соотношение заряд и заряды массы, да, вот, зная кинетическую энергию. Кстати говоря, очень милое дело регистрации частиц. Вот, тема такая неисчерпаемая, мы ее в следующий раз продолжим. Вот это называется телескоп. Два датчика, которые регистрируют прошедшие через них частицы. Вот частичка один пролетела через оба датчика, да, оба датчика дали сигнал, бум, пролетела частица. Например, счетчик Гейгера-Мюллера, помните, как-то про него рассказывал. Это такой конденсатор, конденсатор не плоский, а коаксиальный. В середине проволочка, а обклад конденсатора. Если внутри конденсатора прошла частичка, она ионизировала находящийся там газ, и получился пробой электрический. И вот эта частичка прошла через два таких вот конденсатора, два счетчика, и оба счетчика дали сигнал, бум. Значит, вот в этом направлении прошла частица. А вот частички 2 и 3, они пролетели только через один счетчик. Называется схема совпадений, да. Ну вот вы, это я обращаюсь ко времени, вы время прерываете меня в самый интересный момент рассказа. Ну что ж поделаешь, я должен просить, значит, зрителей потерпеть до следующего раза. И, значит, мы продолжим рассказ про нашу физику элементарных частиц. Вот эту вот фразу про мы не люди и не птицы, про виртуальные частицы, вот я попытался все-таки обыграть. Я так рассказал, что есть какие-то замечательные объекты, диаграммы Феймана, которые внешне выглядят очень похоже на вот эти вот, на вот эти схемы. Но это не они, в них дополняются вот такими некими виртуальными объектами, несуществующими, которые позволяют нам что-то вычислять, и больше ничего. Загадка. Ну, такие вот Хогвартс, волшебство. Спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания, всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok